Без виз до свидания, поездки куда-то до свидания. Вы хотите безопасности? Ну вот такие условия. Боже меня упаси от их новичков. Мы будем эту вакцину скоро выучим наизусть, каждый штришок, каждый изусть. Таких людей надо бить палкой, потому что это стукачи, это дети стукачей. Сегодня мы должны избавиться от клоунов, потому что клоуны нам мешают жить. Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизерия. И говорите, сегодня буду с Геннадием Балашовым, лидером либертарианской партии 5.10. Здравствуйте, Геннадий. У вас сколько паспортов? У меня один украинский паспорт. И зарубежный украинский. А ковидный паспорт оформлять будете? Да. Я, если, вообще, если человек хочет путешествовать, и, в общем-то, ради чего это все делается, и, как мне кажется, появление коронавируса, и так, организация такая великолепная, вот постепенного нашего перевода на контроль нашего здоровья, в том числе и от защиты от вирусов, надо не забывать, что мы приближаемся к 8 миллиардам человечества. Из него где-то полтора миллиарда живут очень счастливой, хорошей европейской, американской жизнью. Так называемый золотой миллиард. И, чтобы входить в этот золотой миллиард, нам придется людям, которые путешествуют, в том числе и в эти страны, проходить всевозможные прививки и предъявлять их, чтобы это прошли. Это дополнительный контроль над человечеством. Этот дополнительный контроль связан не только с самим ковидом, он связан с безопасностью человечества, потому что на сегодняшний день возникла необходимость пускать или не пускать к себе подозрительных людей. И сегодня нельзя пускать в большое сообщество богатых людей, непривитых, зараженных, чтобы это не разносилось. Поэтому появляются эти паспорта как дополнительный контроль, в том числе над человечеством. А у нас не будет вот этих вот каст, потому что ведь не у всех есть возможность привиться. Вот мы же понимаем, что сейчас ситуация, которая в Украине, мы где-то там на задворках получения вакцины. У нас эти прививки появятся гораздо позже, чем у других. То есть без виз до свидания, поездки куда-то до свидания. Сейчас спокойно перед вылетом проходить вакцинацию, не вакцинацию, а проверку и с бумагой лететь. Я в Стамбул летал, мы прошли перед полетом, там оно действительно в течение 24 часов. И оттуда, когда ты прилетаешь, ты опять вакцинацию проходишь и выходишь. Это не составляет труда, организованно очень хорошо. И люди, которые летают, в принципе, этим пользуются. Завтра для нас упростится. Это все, потому что если появятся как только прививки, мы просто привьемся в определенном порядке. И у нас будет в паспорте документ, что я могу летать и в США, и в Европу. А бедные не могут и сейчас летать. Они не смогут и в будущем летать. Так защищается богатое общество, в том числе и от бедности. Потому что бедные могут привезти вместе с собой всякую заразу. Поэтому нет денег на вакцинацию. Но дело в том, что наше государство будет бесплатно вакцинировать людей. Просто движение будет сверху вниз. Вначале будет 60+. А потом уже всех остальных вакцинируют. Поэтому ничего здесь проблемы и сейчас не создается. А создается паника скорее каналами, которые настраивают людей против правительства. В этом проблема. А так я вижу, что все очень спокойно идет к тому, что мы будем все вакцинированы. А вот что делать с нашим обществом, где нету такой... То есть утеряна традиция вакцинации после Советского Союза. Антивакцинационные настроения достаточно сильные. По последним опросам 50% населения хоть бесплатно, хоть платно не готовы вакцинироваться вообще. Пусть не делает вакцину, но никуда летать не будет. Все очень просто. Если вы живете в какой-то стране дикой, которая не вакцинируется, или ваш вуду племени вас настроил на то, что вакцинироваться это зло, или ваш священник сказал, что это от черта, от дьявола и настраивает свою паству, не вакцинируйтесь, то не вакцинируйтесь. Но зато вы не прилетите в Европу никогда. Вы никогда не посетите Америку. Вы не посетите ни одну цивилизованную страну мира, потому что вас будет останавливать этот самый паспорт вакцинации. Вот момент сирийских беженцев, еще вот те вещи, которые встряхнули Европу. То есть будет ли это такой повод, чтобы налогоплательщиков немножко успокоить? Конечно. Дело в том, что когда даже нелегально пересекаются границы, есть большие пространства, где нелегально, они будут сталкиваться там уже при проверках. Покажи паспорт. Покажи не только паспорт, который ты купил где-то, покажи вакцинацию свою. И это будет проблема, потому что, наверное, контроль будет все-таки в электронном виде, он более четкий. И я думаю, что это даст возможность избавиться в том числе и от проблемы вот такого перемещения спонтанного. Хочешь переезжать к золотому миллиарду, то, пожалуйста, выполни все прививки. Хочешь жить с нами в сообществе, пожалуйста, будь безопасным для нас. Сейчас мы знаем, что закупка вакцин будет осуществляться не через украинские государственные компании, а через иностранных посредников, которые берут там около 5%, как краунэджинг, кажется, называется компанией. Как вы к этому относитесь? Это что у нас? Это же бизнес. На самом деле китайская компания, которая нам предложила эту вакцину, которую приняли решение закупать, она сотрудничает с, боже знает какого времени, именно с одной компанией. Это их дистрибьютор. Ясно, что через этого дистрибьютора оно и будет идти на украинский рынок. Другого дистрибьютора у нас для вас нет. И поэтому оно будет через... А то, что там паникеры начинают связывать его там с Раисой Богатыревой, с будкостроителями. Но на самом деле на рынке медицинских услуг работают одни и те же компании, одни и те же люди уже десятками лет. Некоторые зарекомендовали себя перед производителем. И в данной ситуации, насколько я осведомлен, что производитель этой вакцины, это огромный концерт, который не заморачивается. У него есть дистрибьюторы. И один из этих дистрибьюторов, вот эта компания, я не выговариваю ее назвать. Вопрос, почему мы решили именно брать китайскую вакцину. Сейчас вакцин большое количество. Даже говорят, что Казахстан смог сделать хорошую вакцину. По данным СМИ иностранных, китайская вакцина в Китае, ее не все будут ей прививать, потому что считают, что не больше 50% эффективность этой вакцины. Даже появилась информация, что китайцы сказали, что вернут деньги, если вакцины некачественные. Мы поэтому решили брать? Где бы мы ничего не закупили, будут люди, которые будут ставить под сомнение саму закупку. Поэтому раздувается это. Какой-то бразильский институт сказал одно, турецкий другое. Третье исследование показало третье. Куча исследований. Но мы ведь, граждане, в этом во всем не сильно понимаем. Но мы понимаем в другом, какие вещи на себе мы носим. Американские, европейские и китайские. Поэтому я думаю, что это три страны, которые имеют возможность на определенном технологическом уровне выпустить вакцину. Надо также помнить о том, где появился впервые коронавирус. В Китае. Но уж думаю, что их концерны медицинские, которые контролируют миллиард триста населения и побороли, кстати, коронавирус, имеют право вызывать доверие наши с вами, как потребители. Потому что китайскую совершенно естественно. Судя по всему, производственные мощности бельгийской, американской не дотягивают пока что по беспенсию. Поэтому приняли по ускоренной программе китайскую. Но они думают, что китайский мобильный телефон, который изготовлен в Китае, сильно отличается от американского. Тем более, что американцы уже и не изготавливают мобильные телефоны. Да, но вот знаете, я думаю, что психологический еще фактор, когда ты заказываешь где-нибудь на Алиэкспрессе китайские товары, и ты смотришь на картинки, они красивые, а тебе приходит совершенно другое. И с вакциной есть ощущение того же самого, что пришлют на украинский рынок совсем не те вакцины. Это крупные концерны, настолько контролируемые, в том числе международными организациями здравоохранения. Без одобрения МОЗа вряд ли возможны поставки на миллиард гривен, как это вот сейчас будет осуществляться. Поэтому я думаю, что там будет эта вакцина проверена, перепроверена или перепереперепроверена. Плюс потом еще блогеры подключатся, обсудят. Плюс еще бразильские исследования подключатся. Мы все это будем знать, мы будем эту вакцину скоро выучим наизусть, каждый штришок, каждый изусть, и думаю, что они нам докажут, что это хорошая вакцина. То есть глаза у нас не окосеют после того, что они делают. Ну, просто надо не тупить. У нас люди сейчас тупят, ведутся на пропаганду, которая выгодна, допустим, для распространения того новичка или спутника, как они называют свою вакцину. Новичок, да, у них это свежая вакцина для украинцев. Они нам... Просто мы должны задать, вы что-нибудь русское носите на себе? Вы чем-нибудь российским пользуете, кроме танков войны? ПЦР-тесты у нас российские сейчас делают. Может быть, да, что-то там мелкое делаем. Украинское мы тоже не носим. Казахское, ну, я не видел хороших казахских товаров пока. Они больше сырьем торгуют. Но китайцы это высокотехнологичная уже страна, которая работает на весь мир. У них производство вакцины на высочайшем уровне. То есть, с Радонько, вы тут нашу родимую не видите? Я доверяю вот по медицине, скорее, китайцам и индусам. Вот это две страны, которые миллиардами своими вакцинируются и как-то справляются с этими. Причем они находятся в зоне, где повышенная опасность появления любых вирусов. Так, давайте все равно немножко о конспирологии. Вот смотрите, по поводу того, что мы не будем покупать российскую вакцину, мы узнали из твиттера посольства Соединенных Штатов Америки после встречи посла, ну, исполняющего бизнес всегда посла, представителя США с министром Степановым. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы мы покупали, ну и вообще в странах покупали технологии 5G, аппаратуру из Китая. Дальше, Мотор Сич, китайских инвесторов сейчас внесли в санкционный список Соединенные Штаты Америки. Что будет с поставками китайской вакцины в Украину, если Соединенные Штаты Америки, в том числе на нашей территории, очень сильно заинтересованы, чтобы Китай никак не присутствовал? Я не думаю, что они в этом. Там связано, скорее, что-то с обороной. Мне трудно об этом судить, почему они вдруг так оплачились против некоторых китайских компаний. Это, возможно, связано с технологическим воровством, это, возможно, с копированием. Китайцы очень здорово копируют уже американскую продукцию, создают свои собственные бренды, точно похожие на тот же Apple. Поэтому мы там причину, более глубокую причину мы не знаем. Потому что некоторые компании подвергаются. Не думаю, что вакцина попадет в этот список. Потому что, еще раз повторю, мобильные телефоны китайцы научились клеить. Я думаю, что и вакцину научились разводить. Так, снова про зрадоньку. Зрады никакой нет. Идет процесс, так сказать, обелечивания населения, загоняние определенных людей в цивилизованную, более цивилизованную. То есть, по сути, если вы представляете пирамиду Маслоу, человечество переходит, золотой миллиард переходит на систему безопасности. То есть, они достаточно сытые, они достаточно одетые, они достаточно культурно развитые, и они переходят на безопасный уровень. Он стоит дороже. Нам придется платить больше и за перелеты, и за вакцинацию, и за все остальное. Но это также повысит нашу безопасность. Поэтому поздравим человечество с переходом на новый уровень контроля себя. Но при этом переходе, интересно, что когда мы будем переходить на уровень безопасности, нам нужны будут внутри стран другие законы. Мы будем подчиняться больше законам международного. То есть, для нас, для меня важнее, что сказал МОЗ, чем что сказал Степанов со своей глупостью про тапочки в телевизоре. Для меня важнее, что сказал президент Трамп или глава Еврокомиссии, чем сказал Зеленский, катаясь на лыжах. Поэтому больше надо ориентироваться на них, на международные организации, которые берут под контроль весь мир. Да, но ВОЗ, это, конечно, такая организация, которая меняла свое мнение на протяжении весны и лета просто несколько раз, причем кардинально. Это бюрократическая большая организация, которая тоже не быстро разбирается. Но так как других умов нет, все сосредоточены там, то постепенно они приходят к правильным выводам. По сути, а кому мне еще доверять? Ну, не собственному здравоохранению. Я доверяю собственному здравомыслию. Почему я выбираю там американскую, европейскую или китайскую вакцину? Потому что я пользуюсь их вещами. Я знаю, что в этом процессе они продвинуты технологически. Я думаю, что и в этом продвинуты. Если я не пользуюсь ничем российским, и, боже меня упаси от их новичков, то я понимаю, что не надо мне навязывать это через телевизор. Мы помним, как в Великобритании во время начала коронавируса истерии с насилия жгли вышки 5G. Потом Кенни Уэст говорила, что коронавирус оттуда и нас всех чипирует. Как вы думаете, опять же, при том, что и так половину общества... Нас чипируют. Нас чипируют, да? Нас чипируют. Вот скандинавские страны, во всяком случае Швеция, она начала чипировать буквально с молодежи на дискотеках. Все развлекаются на дискотеках, им по приколу, потому что... Ну вы же не откажетесь от этого. Вы же не отказываетесь от ввода часов, да? Там нравится проводить рукой над кассой, оно рассчитывается. Но когда у вас чип будет под кожей стоять, вы будете так же саморассчитываться. Это вообще кайф. Вас не украдут часы, они не намочатся. Кошелек всегда с вами, ваш банковский счет всегда под рукой. Поэтому нас чипируют. Нас чипируют технологии, потому что мы будем ими пользоваться. Сегодня мы сдаем о себе информацию в социальные сети. Некоторых пугают их. О вас будут знать, что о вас будут знать. О вашем передвижении, кому оно надо, по большому счету. Надо большим компаниям, чтобы знать, что вам продать. Вот в чем проблема. Ну а вы, как человек, можете пользоваться этим. Это удобно. И так как технологией мы будем пользоваться, соответственно, мы будем сдавать о себе информацию. Мы будем пользоваться чипированием, мы будем пользоваться вот этими ID-паспортами, коронавирусными паспортами. Это больше информации о нас. Но я, например, не хочу оказаться в аэропорту рядом с террористом, чтобы он меня взорвал. Поэтому лучше чипируйте его чем угодно. Но установите, что он... Вообще в мозг ему залезет. Вообще всем залезьте в мозг. И изучайте, способен человек вообще... Какой-то был фантастический фильм, где они определяли заранее преступников. И уже арестовывали их до совершения преступления. Я думаю, что к этому мы когда-нибудь придем. Это, знаете, я сошла шутка. Хочется хорошо жить. По поводу, пусть Билл Гейтс меня чипирует и руководит мной, потому что я уже сам не справляюсь. Вопрос, насколько свобода воли останется такой же? Останется. Человечество все больше и больше переходит на другой уровень контроля. У него все равно появляется больше свобод, больше диапазон действия, больше охват территории. Но при этом появляется и больше свобод. И да, больше надо от большего отказываться. Цивилизованное общество состоит из отказов. Каждый раз, когда вы от чего-то отказываетесь, вы переходите на другой продуктивный уровень. Потому что вся цивилизация состоит из отказов. Мы не можем в городе жить, как в диком поле или в джунглях. Где человек человеку волк, надо кого-то убить или съесть чье-то тело. Поэтому даже религия возникла из отказа поедать своего ближнего. То есть перевели это в символический вид поедания тела Господня христианами. Эти все вещи состоят из отказов. Мы должны будем отказаться от некоторых вещей. Кто от этого чипирования выиграет в первую очередь? Цивилизованный мир. Очень выигрывает. Я говорю, что мы переходим на следующую ступень. Человечество переходит на следующую ступень безопасности. Вы хотите безопасности? Ну вот такие условия. И более того, это повлечет за собой изменение национальных законов. Даже таких, как языки. Языки придется менять, потому что вам придется подстраиваться под мировой язык. Люди в конце концов поймут, что подождите, мир говорит на языке богатых. На языке технологий. На языке музыки. А музыка это у нас кино, Голливуд, рок-н-ролл на английском. Все на английском языке. 2,5 миллиарда говорят на английском языке. Экономически невыгодно будет говорить только на языке племени Плюмбу-Юмбу. И украинский язык, к сожалению, здесь не очень-то выигрывает. Потому что 20 миллионов всего на нем говорят. А на русском говорят 300 миллионов. А на английском говорят 2,5 миллиарда. И когда ты на это смотришь, вы хотите сохранить свою культуру? Вам придется подстраиваться под язык богатых. То есть вопрос Вавилонской башни останется открытым. В общем, башня наоборот. Я думаю, что технологии сотрут различия в языках. Рано или поздно, у нас сейчас уже в телефоне переводчик. Скоро это будет синхронный переводчик. Профессия переводчик, наверное, умрет. И люди будут с помощью средств технических. Вопрос у нас родится, потому что следующее поколение всегда создает новый язык. Вот дети наши всегда на новом языке, уже не на нашем. Часто слушаешь, что они говорят на каком-то птичьем языке технологическом. Игры или новых фильмов, мультиков, которые мы не смотрим. Потому что они создают свой собственный новый язык. И человечество все время создает этот новый язык. Но этот новый язык продвинутых технологий. И он будет создаваться. Вопрос, войдет ли украинские слова, хотя бы сотня, в будущий, мировой язык для международного общения. Я надеюсь, что войдет. Если будет здесь либертарианство, если люди разбогатеют. Потому что на языке богатых важно говорить. На языке бедных не говорит никто. Поэтому общество бедное обречено потерять свой язык. Ну вот тогда такие языки, как украинский, белорусский, словацкий, не суперразвитых или маленьких стран. То есть через сколько они останутся только в учебниках? Надо сказать, что если Украина пойдет путем, чтобы в одно поколение выйти на уровень богатых стран, условно ВВП 50 тысяч долларов на душу населения, а это где-то нам надо 2 триллиона ВВП иметь. У нас сегодня 150 миллиардов. То есть нам надо обеспечить в одно поколение 10-кратный рост. Когда так ставишь задачу, ты понимаешь, что тебе надо перейти на латиницу, тебе надо открыть границы для входа сюда денег, тебе надо обеспечить самую лучшую условие для передвижения товаров, денег и людей. Вам надо убрать налоги, отменить НДС. И тогда, если так поставлена задача, то на украинском, украинские слова будут попадать в мировой язык. Потому что мировой язык тогда обратить внимание на страну, чудо, в которой финансовый рай. И мы пользуемся этой страной. То есть помимо борща будут знать и другие слова заграницы? Да, потому что будут появляться у молодежи новые слова, которые будут ими пользоваться, и они будут украинскими. Как когда-то слово спутник, почему оно российское, везде всем миром пользуется. Потому что Россия первая спутник запустила. Все. Это навсегда, это наследие, это всегда будет через миллионы лет, и все равно будет спутник. Советский Союз, да. Украинских слов, какие там будут входить в мировую сокровищество? Я не думаю, что даже борщ сохранится. Щи там или что... Щи это вообще российское. Да, да. Поэтому нам надо озаботиться, озаботиться, чтобы мы стали самыми богатыми в мире. Тогда на нашем языке будут говорить. Тогда мы позволим себе сохранить, передать детям или наши дети, потащат за собой какие-нибудь слова в будущий язык. То есть, мовного омбудсмена недостатньо. Его надо бить палкой. Потому что каким же надо быть человеком, чтобы пойти мовным к насилию? Понимаете, у нас же подлость заложена генетически. Люди, когда свершилась революция, здесь выбивали людей, голодомором травили. Оставались только стукачи. И сейчас, когда они институт стукачей поднимают, то есть люди, которые будут приходить штрафовать вас за язык, штрафовать вас за образ мысли, за образ жизни, за ваше, так сказать, детство, за ваши родные, то, чем вы пользуетесь, таких людей надо бить палкой, потому что это стукачи, это дети стукачей. Люди, которые стучат на своих граждан, это дырявые березы, я их называю. Вот эти дырявые березы, их очень много в Украине. Они пользуются там застройщиками, кошмарят их, они нападают на других людей, при этом стучат в прокуратуру, в налоговую, на своих сограждан. То же самое омбудсмен. Это все те же самые стукачи. Другой момент. Все-таки вот вы сказали, что на украинском говорит до 20 миллионов человек. У нас 40 миллионов. В школах, да, учат украинский язык, но мы понимаем, что на юге, на востоке огромное количество людей, особенно там 45 плюс, на самом деле украинским языком не владеет. Ну, заполнить какие-то бумаги на субсидию, да, грубо говоря, они могут на украинском языке, но, в принципе, если говорить, то нет. И это не меняется, потому что подрастает новое поколение, которое, в принципе, тоже для себя украинский язык, таким как государственным, не видит. Вот как тогда безмолвных омбудсменов, как нам дойти до того, чтобы украинский язык все-таки был и в почете, и вы действительно знали 100% населения? А зачем? А зачем 100% знать украинский язык? Ведь надо учитывать национальные особенности территории, да, там, те же самые Соединенные Штаты показывают о том, что у них на самом деле все на английском языке, да, но есть целые территории испаноговорящие, там судьи испаноговорящие, полиция испаноговорящая, мэры выбираются только испаноговорящие, по-другому ты не станешь мэром, если ты не обращаешься к своей пастре на испанском языке. Английского не знают люди. Я вот часто бываю в Майами, там, если в Брикель, заходишь, на кассе сидит, женщина, она только испанский знает. Да, мы знаем, что иммигранты из советского, там, из постсоветского пространства вообще тоже английский не знают. У американцев есть такое понятие, я тебя понимаю или не понимаю. А на каком языке ты изъясняешься, мне вообще все равно. Мне самое важное, чтобы я тебя понял, чтобы ты мог мне объяснить, потому что они общаются при помощи доллара. У нас это вычнили для того, чтобы ссорить украинцев, граждан Украины. Граждане Украины состоят из русских, украинцев, белорусов, поляков, тут же много национальных, евреев. Ну не лезьте в их взаимоотношения с языком, они выберут. У нас так сложилось, что в селе говорят на украинском, некоторые города полностью украиноязычные, а есть некоторые города, где наполовину как Киев, одни на русском, другие. Но мы говорим с людьми и никогда даже не переключаемся. Один на русском говорит, другой на украинском, какая разница. И поэтому для нас есть выход. У нас есть выход перехода на латиницу. Чтобы вот это решить раз и навсегда, чтобы уже там никто не... Вот переход на латиницу, он трудоемкий, для старшего поколения трудный будет, но переход для латинцы важен для будущего поколения. Для вот тех, которые будут входить в золотой миллиард, которые будут богатеть. И для них надо помочь этот переход. Чтобы наши дети, внуки, уже четко родившись, в школах изучали латиницу. И отказаться от кириллицы. То есть как Черногория, да, там, где в селах осталась кириллица, а латиница уже только в городах. Сто лет назад Турция отказалась от своей вязи. Они перешли полностью на латиницу. Сейчас Казахстан перешел на латиницу. То есть те страны, которые пытаются вырвать свои страны из нищеты, и в Средневековье отказаться от устаревшей письменности, то есть перейти на язык высокотехнологических стран, то они переходят на латиницу. И это быстро адаптирует, легче язык изучать. Уже хотя бы знаешь значение букв, начинаешь писать их. Опять же в рекламе это красиво будет использоваться, потому что кириллицу невозможно в рекламе использовать. Это какой-то, этот самый, череда, как называется, как забор. Не будет это предательством наших корней. Просто Украина страна, которая достаточно сильно пострадала от того, что Польша, Австро-Венгрия пыталась под свою гребенку, потом Советский Союз, Российская империя. Я имею в виду, что в принципе нам вот собрать себя по частям и как-то стать таким этносом полностью самодостаточным, с какой-то историей, не вызывающей вопросов в разных регионах и разных людей, у нас не получается. Не станет ли вот латиница еще, знаете, последним гвоздем в гроб возможного этого объединения? Ну тогда к рунам надо вернуться, потому что у древних славян были руны вместо письменности. Письменность нам принесли и насадили здесь кириллицу. Одна из теорий, что просто Кирилл и Мефодий, и монахи просто переписывали тексты вверх ногах, сидя друг против друга. И поэтому кириллица оказалась перевернутая латиница. Поэтому, когда на кириллические письмена вы смотрите на буквы, вы видите, что они как бы перевернуты, то есть, ну как зеркальное отражение, потому что они же неграмотные были, монахи, списывали друг у друга. Но не в этом дело. Когда вы строите свое будущее на прошлом, вы проваливаетесь как нация. Когда вы свое будущее строите на будущих технологиях, когда вы выбрали это будущее, к чему вы хотите прийти, и выбираете новейшие технологии, тогда вы становитесь сильными. Потому что вы правильно опираетесь. Вы разрушит ли это нацию в будущем? А мы вообще о нации будем говорить в будущем? Ну, загляните на 200 лет вперед. Это сложно. Я думаю, что мы не будем о нациях вообще говорить. Даже в конец 21-го года сложно заглянуть. Война, когда закончилась, вся Европа была порезана на клочки и стояли границы. Сейчас едете по Европе, нету пограничных столбов. Ничего нету. Пограничники исчезли. Европа постепенно переходит на странный язык, в основном английский. Потому что между странами, там немецкий, итальянский, но английский они все учат. То есть мы видим, что страны, которые выбрали технологический прогресс, и их язык начинает развиваться. В 17-м веке на английском языке говорило вдвое меньше, чем на французском языке. Но так как Франция задержалась в развитии за революцией всего, а Англия пошла технологически гораздо более интенсивно сегодня, на английском говорят 2 миллиарда, а на французском, дай бог, 80 миллионов. Тут еще же вопрос в колонии, сколько по численности населения в колонии. Технологии влияют на все. Если мы сделаем в Украине финансовый рай, я не удивлюсь, что в Украине появятся колонии. Потому что это будет очень высокоразвитая страна, которой надо будет жизненное пространство, и возможно украинцы начнут высаживаться, организовывать колонию на Луне. Мы же не знаем, как пойдет технология. Но когда мы выбираем технологический прогресс, когда мы присоединяемся к богатым, когда мы общаемся с богатыми, мы от них берем технологии. Если мы будем опираться на бедность, на нашу как бедную историю, мы тысячу лет были рабами, я был рабом, и ты будешь рабом, и мы будем будущим рабами. Или, как говорит, мой дед был шахтером, я шахтер, и сын будет шахтером. Шахта закрылась. Все, закончилось. И многие вещи технологические умрут. Теперь я был айтишником, мой сын будет айтишником. А я хотел бы, чтобы наши дети были высокоразвитыми масками. Так, давайте еще одну тему по поводу бизнеса. Все во время первого локдауна показывали пальцем на эпицентр и говорили, вот смотрите, мы все страдаем, а он работает. Теперь эпицентр страдает, собирает пресс-конференции и плачет. Попал под политическую раздачу. И плачет. И плачет, потому что он говорит, мы плательщики налогов. Никакие не плательщики налогов. Плательщики налоги мы с вами, потому что эпицент берет налоги с нами и отдает их государству. А по дороге вымывает часть НДС и оставляет себе в кармане. Вот так работает система. А плачет он потому, что в государстве у нас интеллектуальный локдаун. То есть фактически у нас не принимает, условно говоря, по уму. Если всем, то всем. В данной ситуации они выборочно действуют. Эпицент попал под политическую раздачу. Поэтому вот с ним поступили так. Несправедливо. Но он также несправедливо в прошлый раз работал в одиночестве, в то время, как другие были закрыты. Поэтому нечего плахать. В такой стране лучше пусть финансируют либертарианскую партию, где будет все справедливо. Давайте все-таки без агитации. До выборов еще далеко. А эта же идеология такая, это не к выборам делается. Либертарианцам надо стать. Если Горрего станет либертарианцем в душе, в чем я сильно сомневаюсь. По-моему, они были представителями коммунистической партии. Нет? Я не ошибаюсь. В этом весь ужас. Весь ужас, что люди за свою жизнь поменялись от коммунистов до неизвестно кого. Я потом начинаю заявлять о том, что налоги должны платить все. А мы платильщики налогов. А когда начинаешь разбираться, они никогда тебе налоги не платили. Слушайте, я по поводу локдауна. Вот знаете, я езжу на машине, и я как-то ожидала, что пробок будет меньше. Средства массовой информации продолжают работать. Нам разрешено. А пробки безумные. Безумные пробки. Вообще практически ничего не поменялось. Это говорит о том, что государство не управляет бизнесом. Посмотрите, все товары... Резкорады работают. Только в супермаркетах тапочки заклеены крестиком. Все фактически бизнесмены настоящие послали государство, начали переходить на криптовалюту. На Китай идет криптовалюта. Она спокойно обменивается в центре Киева. Можете обменять ее у меня в офисе. Придите совершенно спокойно на любую валюту мира. И на сегодняшний день все предприниматели начинают присоединяться к этому крипто-сообществу. Это значит, что деньги государство перестало видеть. Люди перешли на совершенно другие взаимоотношения. В мире начал такое понятие, как доверие. Мы доверяем телеграм-каналу. Телеграм-канал нам говорит, куда перечислить деньги. И откуда-то из Китая приходит вам товар. То есть товар полетел в мелких партиях. Личная доставка доминирует. Настоящие предприниматели перешли на закупку из Китая через криптовалюту. Теперь вопрос, как государство это контролировать? Никак оно не может новый технологический уровень контролировать. Поэтому что должно происходить? Либо государство это отмирает, либо оно меняется, модернизируется. В данной ситуации я вижу, что оно отмирает. Потому что в бюджет будет поступать все меньше и меньше налогов. Все меньше и меньше люди будут по тарифам платить. Сегодня они должны отключаться, делать все, чтобы каким-то образом воровать электроэнергию или газ. Потому что у них нет другого выхода. У них уже пенсии не хватает на то, чтобы платить. Поэтому они должны стать все, как говорил президент, все мы электрики, все мы инженеры, вспомнить свое инженерное образование, применить его к собственному счетчику, и чтобы счетчик начинал крутиться в обратную сторону. Хорошо, тогда кто заплатит за всех тех, кто делает так хитро, как вы предлагаете? Государство. Пусть умрет. Подождите, у государства, ну мы знаем, что у государства нет денег. Государство получает деньги, это те, кто платят. У нас страна живет все нормально без государства. Смотрите, президент спокойно катается на лыжах, лыбится, да, все время там катки организует, шарады, раздает конфетки детям. Чем он занимается? Страна в это время работает, производит, строит дороги, он приезжает, ленточки перерезает. Не, не, но подождите, система, нет, но это имеется в виду, система все равно работает. Но эта система, она в том числе связана с тем, что часть людей платит налоги. И вся эта система работает на эти налоги. Нет, 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 эта система работает, потому что они умудряются еще взять с людей налоги. И более того, они берут в основном налоги уже сами с себя. Смотрите, с кого налоги платят. С пенсионеров налоги по тарифам поступают, ну там в тарифах огромные налоги, 20% НДС. Товар вы покупаете, с вас берут 20% НДС. На самом деле 60% бюджета формируют граждане. Они нам за эти 60% устраивают проблемы. То запрет, то остановку чего-то. То есть государство нам мешает. То фильмы решает, какие снимать, на украинской мове, чинили на украинской. Культуру нам развивает, Министерством культуры. Языковые проблемы. Олбудсмен же будет зарплату получать, он с этих налогов. А когда вы так поставите вопрос, подождите, 60% мы формируем налогов. Значит, половина русскоязычная. Сформировали это. А вы за их деньги создаете им проблемы. Поэтому здесь проблема. Я же сказал, что проблема в государстве. Государство либо модернизируется, либо умирает. Как умер когда-то Советский Союз. Спокойно, почил в Бозе, люди остались на этой территории, но избавились от компартии. Избавились от коммунистической идеологии. И стало дышать легче, стало свободнее. Сегодня мы должны избавиться от клоунов. Потому что клоуны нам мешают жить. Давайте вернемся к вашему тезису, который мне очень понравился, что Украина будет настолько развитой страной, что будет иметь даже свои колонии. Будем надеяться, что так и будет. И мы еще успеем это застать. Ну, а кто верил в 17-18 веке, что Англия так широко, и что на английском языке будет 2 миллиарда? Всего лишь, что они сделали, это их царица, Елизавета, позволила быстро модернизироваться государству. То есть переход на парламентскую спугу, создание инклюзивных институтов власти, обеспечение защиты выгоды этих предпринимателей, которые создавали научно-технический прогресс тогда. Эти все паровые машины. И в то время, пока во Франции уничтожались паровые машины, потому что их боялись люди и боялись короли. Знаете, что царь заявил российский, когда железная дорога по всей Европе? Он говорит, к нам революция приедет с железной дорогой. А у Чехова что она сзади все время звучит? Железная дорога. Это действительно приехали технологические изменения. К нам революция уже пришла в виде мобильного телефона. И теперь, если государство не отреагирует на это, не избавится, вот то, что мы говорили вначале, не откажется от многих своих функций, оно сдохнет, как сдохла Коммунистическая партия. В одну ночь закрыли все здания по всей стране. На моих глазах Компартия умерла в одну ночь. Большое спасибо, Геннадий. С нами был Геннадий Балашов, лидер Либертарианской партии 5.10. Смотрите нас в Ютьюбе, на Политека. Подписывайтесь на канал. Я Инга Мизеря с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok